Доброе всем утро, с вами снова Виктория Крокус. Сегодня я снимаю влог о том, как я буду покупать канцелярию и снимать вам в магазине. Так как я поступаю в университет, в университет я поступаю не после школы, у меня уже есть среднеспециальное образование, вот у меня экзамен, история общества знания русского. У нас сейчас где-то 9 утра, я сдавала экзамены вступительные в университет, так как я после техникума поступаю не с результатами ЕГЭ, я сдаю экзамены в универе, вот последний сдала, третий, и меня, соответственно, взяли. Сейчас отнесу оригинал в универ, диплома с техникума, поеду в Читаягород, там вам буду все снимать, что у нас продают. Извините, что себя не снимаю, просто я не красилась, как-то не хочется. Вот мой диплом, что я окончила техникум, сейчас его сдам и не увижу еще много лет. Ну ладно, не буду все это вам сейчас рассказывать, показывать. Чуть-чуть универа. Ничего не могу найти. Куда сдавать документы? Ну все, я все сдала. Если кому-то интересно, я поступаю на факультет рекламы и связи с общественностью, и вот эти все экзамены я уже сдала. Сейчас поеду покупать канцелярию для нового учебного года, ну и заодно вам все показывать. И, кстати, покупки, все, что я сегодня куплю, я покажу в сегодняшнем видео, и будет еще отдельное видео. Я снова приехала в один из самых больших, читай-городов. Самый нормальный магазин тут на фирме Мир. Помните, три года назад у меня отсюда уже был влог, как я покупала канцелярию. Он, оказывается, с 9, а я думаю, с 10. В этом читай-городе мне сегодня все очень сильно понравилось. Был большой выбор, и даже были капиллярные ручки Luxor. Много разных красивых шариковых, и это я не последний раз поехала покупать канцелярию, потому что я планирую еще съездить. Чуть попозже, когда уже нам точно скажут, какие у нас будут предметы, сколько всего нужно будет купить, и, может быть, что-то еще понадобится. Я тоже буду еще снимать такое видео, потому что вы очень любите видео про то, как я покупаю канцелярию, где я снимаю какие-то магазины. Магазинов канцелярских у нас много разных. Если сравнить с тем, когда я только начинала, вот, три года назад снимать, там, или четыре, да, было мало магазинов, сейчас у нас их открылось просто миллион. И Office Mac, и Office Class, и разные fixed prices канцелярии, куда я тоже, может быть, как-нибудь зайду. Тем более, у меня повод есть. Я поступила в очень классный универ, достаточно престижный, который в нашей республике, и, конечно, собой горжусь немножко. Я вам очень много всего снимала в Читайгороде. Меня действительно восхитило выбор, который сейчас там представлен. Было много всего. Точилочки, много красивых ластиков. Когда я училась в школе, например, не было таких ластиков красивых. Сейчас завидую некоторым школьникам, потому что в школе, когда учишься, можно все такое покупать. Красивое, яркое. В универе, конечно, большинство этого всего не нужно. К сожалению, не нужен даже теперь дневник, как и в техникуме не был нужен дневник. Но теперь их так много красивых. Я сегодня в Читайгороде вот была, снимала вам столько красивых дневников. Конечно, хотелось бы купить, но не нужные. Вот папочки разные. Не знаю, кто их сейчас использует. Той клей упал. Подняла. Но они мне как-то не нужны. Вот снизу офисная белая бумага. У меня ее пока что дома много. Вообще, это, конечно, мастхэв для студентов, потому что постоянно нужно писать рефераты, курсовые работы. Это все требуют учителя, преподаватели. Вот коты-басики, зайки-ми, разные игрушечки. Хороший Читайгород. Вот я еще в планете была недавно в Читайгороде. Там не было такого выбора, хотя изначально хотела ехать туда, вот снимать такое видео. Напишите уже, закупились ли вы к школе? Купили ли что-то или только планируете? Так что не тяните с этим, пока еще не раскупили все самое красивое. Я помню, когда я училась в школе, я закупала с канцелярией, наверное, ну к середине августа. А моя подруга всегда ходила 1 сентября и покупала все для школы, и как бы нормально ей было. Вот. Ну, я любила, конечно, все красивое. Разные краски тут. Ой, сколько блокнотиков, скетчбуков. Просто супер. Если вы смотрели мое видео три года назад про канцелярию в Читайгороде, столько красоты не было, как сейчас. Сейчас на любой цвет, на любой вкус разные блокнотики, тетрадочки. С каждым годом все круче и круче канцелярия. Пеналы разные, силиконовые, обычные в виде молока, с мордочкой панды. Я старалась все так плавно снимать, потому что, чтобы все хорошо вы разглядели, может быть, кто-то сейчас что-то увидит и захочет прям пойти и купить прямо сейчас. Такие вот неоновые стенды с разной неоновой канцелярией. Блокнотики, тут тоже есть стикеры неоновые, текстовые делители. Тоже, наверное, куплю эту тетрадочку. Вот сейчас ходила, не купила. Я думаю, я поеду, наверное, на следующей неделе или через две недельки тоже куплю. 540 рублей она, правда, стоит. Дорогостоящая достаточно тетрадка. Ну и разные на кольцах. Сейчас они мне понадобятся. Нашла просто такую прорывную вещь, новинку, тетрадь с ароматом. Никогда такое не видела, просто супер. Напишите, у кого уже есть, кто уже купил такую себе. Много прикольного. Разные сочные тетрадки с фруктиками, с собаками, одноцветные, однотонные. Потом книги решила вам немного поснимать. Вот то, что сейчас достаточно популярно. В основном все то, что сейчас популярно, я уже прочла. Эксклюзивная классика, одно из моих самых любимых изданий. Я купила книгу Вудхауса, потому что давно ее искала, но нигде не было. Тоже классное издательство. Ну, здесь в основном классику, то, что я сейчас снимаю. Масочки для сна. И тоже разные пеналы. Ну, много декоративного. Вообще, в Читай-городе можно покупать разные подарки. Снова разные дневники и тетради. Блокноты с животными. Там есть отдельный стенд, где только блокноты с собаками, блокноты с кошками. Я как бы сегодня особо внимания на него не обратила. Думаю, в следующий раз что-то там куплю. Вот такой вот блокнотик с корги. Но у меня блокнотов полно, поэтому я пока как бы не взяла. Возможно, вот в следующем виде Back to School, который будет, я покажу какие-то новые блокнотики. Потому что планирую их купить. Много всего также есть для скрафтбукинга. Наклейки, стикеры. Дыроколы появились. Раньше не было в Читай-городе дыроколов. Я покупала только в Леонардо. А еще обязательно пишите в комментариях, покупаете ли вы в Читай-городе канцелярии, ну или в каких-то других красивых таких магазинах, где много всего интересного. Или по дешевке, в Ашане, например, там, в Окее. Ну, потому что выгодно. Тоже интересно будет почитать. Потому что я всю свою школьную жизнь покупала все в Ашане. На исторические книги очень хочу прочитать книгу про царей. Также раскраски. Именно в этом Читай-городе много раскрасок. И такие вот цветные блокнотики с цветными листками. Очень классно. Если что, кстати, мне не платили за то, что я сейчас показываю вам весь ассортимент. Просто это интересно для моих зрителей. Я знаю, вы любите канцелярию. Напишите в комментариях, ведет ли кто-то из вас bullet journal. Потому что, вот я думаю, ввести мне его или нет. Вообще интересно это или нет. Все, я уже вышла. Надеюсь, вам было интересно. Я постаралась все поснимать. Все, что там было. Набрала вот целый пакет. Даже пакет купила зелененький, красивенький. Приду домой, в общем, покажу, что купила сегодня. А вообще будет еще отдельное видео выпусков. Точнее, бакцию университета в данном случае. И там покажу еще, что я приготовила на новый учебный год. Ну, а сегодня такое все интересное взяла. Лишнего не брала. Только новенькое всякое. Новинки. Я уже приехала домой. Сейчас снимаю на фотоаппарат, чтобы вам было лучше видно. Думаю, прям сегодня это видео и выложу. Потому что сейчас планирую чуть-чуть отдохнуть. Потом, может быть, с собакой на улицу схожу. Мой пакетик. Сейчас мне тут все красивенько сложили на кассе. Пакетик даже не знаю, сколько стоит. В общем, ладно, не буду я смотреть. Не имеет значения. Итак, что же я купила? Сразу хочу сказать, что у меня еще будет отдельное видео Back to School с другой канцелярией. То есть не то, что я сегодня покажу, а другую, которую я приготовила к новому учебному году. Но вот именно сегодняшнюю хочу прямо сейчас показать. Уже не терпится. Я взяла вот такую вот общую тетрадку на кольцах с собачкой. Я хотела сначала ту неоновую, которую я вам показывала. Но решила взять вот эту. Она стоила 390 рублей. Мне это напоминает собаку из кемоса. Симпатичная. И внутри тут очень красивый форзац. Приятные цвета серо-бело-голубые. Клеточку. Думаю, в университете мне такая точно понадобится. Симпатичная. Очень классная. Без разделителей, правда. Это 120 листов. Коллекция Индия. Собака. Следующая. Это вообще какая-то классная новинка. Там еще был такой апельсиновый. Я взяла Bubble Gum. Тетрадь с ароматом. Какая-то вообще новинка. Первый раз такое вижу. Очень приятно, ароматно пахнет. Чем-то, знаете, таким, я не знаю, клубнично-малиновым. Обложка обычная. Бумажно-картонная такая. Тоже очень красивая. В клеточку. И листки внутри сиреневые. Как моя комната. Вам, наверное, на этом пледе не видно. Ну, вот. Реально сиреневые листочки. Очень красивая тетрадка. И она стоила недорого. Что-то 195 рублей. Учитывая то, что она на кольцах. 100 листов с ароматом. Очень классная. И сиреневенькая такая. В общем, я в восторге от этой тетрадки. Очень всем советую. Хотя бы не позже начала августа. Бежать в Читай-город. Или в любой другой канцелярский магазин. И покупать канцелярию. Потому что уже к середине августа. Все самое классное и интересное. Раскупят красивое. Сейчас все есть. Полные полки разной канцелярии. Я просто в шоке была, что так много всего. Так. Потом я себе купила вот такие вот блестящие цветные ручки от Краун. Я хотела их на зоне заказать. Но там их не было. Поэтому я вот нашла в Читогороде. 300 с чем-то рублей они стоили 6 штучек. Цвет у них металлик. Я очень люблю эти ручки. Вот люрекс. Очень рада была, когда нашла. Они корейские. Равномерный расход. Стойкость чернил. Легкость письма. Здесь получается зелененький. Фиолетовый, синий, желтый, оранжевый и розовенький. Думаю, все их знают. Они, наверное, у всех уже были из вас. Где бы вам показать? Такие вот очень красивые. Переливаются прямо чернила. Очень мне нравятся. Кстати, мне очень бы хотелось, чтобы они выпустили большой набор. Неважно даже, сколько бы он стоил. Я бы очень хотела их купить. Потом я взяла себе книгу. Там дальше тоже будет канцелярия. Просто сейчас отвлекусь на книгу. Посоветую здесь с Дживсом. Вот Хаус. Это классика. Но при этом это очень юмористическая, интересная такая с английским юмором книга. Это уже третья часть. Первая часть называется. Ваша взяла Дживс, по-моему. Если вы, например, хотите читать умные книги, но при этом, чтобы она была легкая, интересная, поднимала настроение. Вот реально, когда читаю я книги этого автора, у меня забываются все проблемы. Просто очень хорошее настроение. Такая легкость какая-то на душе. Поэтому вот я взяла третью часть. Нигде не было. Вот в этом именно читай городе нашла. 192 рубля. Два месяца искала. Потом я себе купила вот такие вот ластики. Очень классные. Фирма какая-то. Писано мягкий ластик. Не знаю. Madden China написано. Они в таком чехле. Удобно, чтобы было носить. Зелененький green, orange и purple. Такие нежные пастельные цвета. Сам ластик достаточно толстый. То есть хватит намного. И они с запахом. Пахнут мармеладками. Просто шикарные. Тоже хотела что-то подобное, но никогда не успевала. Вот оказывается, в конце июля, если ехать за канцелярией, то успейте купить все самое классное. 45 рублей за три ластика. Просто очень классно. Потом взяла Stabilo Boss. Я себе уже недавно два новых купила. Но вот взяла такой какой-то новый цвет. Ванильный вышел. 120 рублей стоило. Покажу, как он выделяет текст. Такой нежно-желтенький. Очень-очень нежный. Обычно, знаете, текстовы делители желтые. Они прям яркие. А это такой нежный. 120 рублей дороговато. Но мне очень хотелось попробовать вот этот именно новый цвет. И так же я себе купила вот такую вот маску для сна. Я недавно себе в Zari Home купила за 600 рублей. А тут за 190. Вот. Очень классная. Можно в ней спать. Можно в ней ехать в машине. Сидеть в самолете. В самолете, в общем, очень полезно, чтобы в глаза не светило солнце. Или вот летом, например, если вы рано просыпаетесь, как я, от того, что светит солнце. Можно вот спать в таких повязках для сна. На такой резиночке самое главное, что резинка не тугая. То есть я проверила, потому что обычно, если резинка сильно тугая, то голова устает. Разно, как вы уже видели, я все это снимала. Мне понравилось. Так, все остальное я покажу в следующем видео Back to School. Все, что я приготовила на новый учебный год. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Всем пока. И если вам понравится что-то подобное, я буду ходить по всем канцелярским магазинам в нашем городе. Показывать ассортимент. И выкладывать, конечно же, видео разные на канал. Так что мне будет это очень интересно для вас снимать.